Учитывая конфиденциальный статус участника процесса, суд проходил в закрытом режиме. При этом 49-летний подсудимый в ходе следствия и суда находился не под стражей, но под подпиской. На прениях он признал свою вину, а вот на оглашение приговора не явился. В случае, если он не появится, он будет объявлен в розыск. Статья 118 за преднамеренное заражение одного и двух более лиц Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему было дано 4 года лишения свободы. Эта история получила огласку летом прошлого года. Тогда в общественный фонд защиты детей от СПИДа обратилась молодая женщина. Она оказалась зараженной ВИЧ-инфекцией, собственным гражданским мужем. Мужчина уже много лет был потребителем инъекционных наркотиков и длительное время состоял на учете в наркодиспансере. При проверке в СПИД-центре в 2001 году у него подтвердился и статус ВИЧ-положительно. Хорошо зная о своей болезни, он все-таки вступил в гражданский брак с молодой женщиной, имеющей на тот момент 4-месячного ребенка. Ничего не подозревавшая о статусе партнера, женщина заразилась вирусом. А потом через материнское молоко инфекцию получил и малыш. Было направлено письмо прокуратуры области. Позже уже возбуждено уголовное дело. Вот сегодня состоялся приговор. По данному преступлению предполагается срок от 4 до 8 для лишения свободы. Суд ограничился минимальным сроком, видимо, учтя болезнь самого осужденного. В результате вот такого вот отношения лиц, которые состоят на учете, конечно же, они ранее специалистами Центра СПИД подписываются определенные документы, то, что они уведомлены и будут своему партнеру об этом оповисят или же предохранятся. К сожалению, конечно же, по непонятным обстоятельствам этот человек не сказал, в результате, что повлекло вред жизни и здоровью вот таких вот наших граждан. Между тем, в нашей области имеется уже два примера счастливого супружества лиц с ВИЧ-позитивным статусом, с избранниками, не имеющей ВИЧ-инфекции. Уже созданы две пары, которые женились. И оба девушки у них отрицательные. Перед вступлением в брак приходили, получали консультирование. Знали о том, что они выходят замуж за инфицированного парня. Ну, конечно же, определенные чувства, любовь, вот, но при этом, конечно же, консультируются как, что, чего. В наше время дискандартные пары, это когда один из партнеров имеет положительный статус, имеют и могут создать семьи. У этих двух семей? У этих двух семей, да, уже есть у одного двое, у второго один ребенок. Детки здоровые, слава богу, вот. Что касается потерпевшей ее ребенка, то в настоящее время они принимают ретровирусную терапию. Состояние их удовлетворительное. Приговор подсудимого пока не вступил в законную силу. Когда его найдут, ему вручат копию приговора. После этого у него будет 15 дней для подачи апелляции.